Эксперты-автопутешественники оценили туристические места города Калязина Тверской области. Район по инициативе регионального министерства туризма при содействии проекта Общероссийского народного фронта «Россия здесь» принимал делегацию экспедиции «Тверь-Ярославия. Пазлы Золотого кольца». В рамках тура известные блогеры и автоэксперты изучили излюбленные места путешественников, а также оценили транспортную доступность к ним и объекты придорожной инфраструктуры. Подробности в сюжете наших колязинских коллег. Автомобильный туризм России с каждым годом становится все популярнее. Этот вид отдыха одинаково интересен как для семей с детьми, так и для групп неутомимых путешественников. Маршрут «Тверь-Ярославль» один из излюбленных. Десять опытных экспертов, автопутешественников и блогеров на четырех машинах поинспектировали этот путь. Интересовали их пути подъезда к достопримечательностям и непосредственно наличие мест отдыха, кемпстоянок, клемпингов и других. Первым объектом посещения в Калязинском районе стал недавно открывшийся эко-отель Ново-Окатова на берегу Волги. Это 14 утепленных домиков, внешне похожих на палатку. Даже вместо двери застежка, а внутри все как в гостиничном номере. Удобство, свет, кровать. Это зимний вариант. Глемпинг, а именно так называется этот вид организации отдыха на природе, это новый популярный вид экотуризма по типу «все включено». И здесь действительно все организовано так, чтобы отдыхающие жили на природе, но не были лишены комфорта. И он может выбрать или глэмпинг, или размещение уже в комфортно установленной деревянной конструкции, или сам установить свою палату. В общем, здесь есть все необходимое для отдыха на природе в любое время года. Можно спокойно отдыхать в домике-палатке и слушать шум ветра в Сосновом бару. Туристы, они могут жить здесь долго. Это очень главное. Но и второе, это, конечно, всесезонность. Более того, здесь постояльцев будут почивать авторскими блюдами, предложат даже несколько видов хлеба на выбор. Хлеб три вида, получается, породинский, тыквенный и подовый. А вот гостеприимная Баба-Яга встречала экспедицию в своей усадьбе в Калязине гадальными пирогами и веселила прибаутками. Баба-Яга! Здрасте! В туристическую программу вошли посещение музея мотоциклов, прогулка по старой части города, пункт космической связи деревни Толстоухова и, конечно же, фото на фоне знаменитой колокольни. В течение трех дней экспедиция прошла также через Кашин, Калязин, Углич, Ростов-Великий и Переславль. По итогам экспедиции эксперты определяют возможности интеграции Калязина с другими маршрутами, например, такими как Государева дорога или Большое Золотое кольцо.